Во времена Великой Отечественной войны в колхозе «Знамя» собирали деньги на постройку танка «Сорокинский мопровит». Эту историю сотрудникам детского сада номер 133 приводят в пример неравнодушные коллеги. Рассказывают, почему и сегодня фронту важна помощь тыла. Воспитатели, нянечки, логопеды, медики в стороне не остаются. Каждый вносит посильную сумму фонд акции «100 миллионов для победы». Мы соберем и будем помогать собирать столько, сколько это нужно. Потому что тыл и то, что происходит сейчас на линии соприкосновения, где проходят боевые действия, мы просто едины. Мы должны помогать нашим военным. Я думаю, что все будет хорошо, и будет у нас мир, и наше спокойствие снова возобновится. Для некоторых воспитателей участие в акции не просто гражданский долг, но и помощь семье. У Виктории в зоне боевых действий находится зять. Когда взрывали мост, Антоновский, если я не ошибаюсь, но могу ошибиться, он был контужен. Две недели пролежало в госпитале, сейчас он опять находится в военных действиях. Только совместно мы сможем одержать победу. Кто, как говорится, чем может. Кто-то, работая на фабриках, изготавливая одежду для военных. Кто-то с средствами своими поделится. К акции также присоединился коллектив Тюменского садика номер 135. Общими силами собрать и пожертвовать сразу крупную сумму предложила заведующая. Правда, оказалось, что воспитатели уже давно и регулярно перечисляют деньги по личной инициативе. Это моя личная гражданская позиция, потому что мы взрослые с мужем люди. Но когда мы обсуждали этот вопрос, он сказал, если понадобится для Родины помощь, он пойдет сразу же. А я сказала, я пойду с тобой. Если не воевать, то кашу варить. Если не Родине помогать, то хотя бы тем, чем могу помогать. Поэтому в этой акции мы обязательно бы приняли участие, когда бы она не началась. Коллектив и раньше активно принимал участие в гуманитарных акциях. Собирали и отправляли вещи первой необходимости жителям Донбасса. Вместе с воспитанниками писали письма и рисовали плакаты для солдат. Теперь отправляют средства в фонд акции «100 миллионов для победы». Отец мой военный, брат тоже военнослужащий. И сотрудники у многих тоже сейчас уже им мобилизовало. Поэтому как мы можем помочь только таким образом? Ряды желающих помочь фронту пополняются каждый день. Руководители детских садов стараются привлекать и родителей, ведь посильный вклад должен внести каждый.